Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие телезрители, уважаемые братья и сестры. Есть такие темы, которых избегает человек. Потому что, например, тема «Что ждет человека в вечности?» Ее невозможно осмысливать без разговора о смерти. Но, конечно, в начале без разговора о рождении. Нет рождения – нет смерти. Нет смерти – нет вечности. Да, может быть, большое количество людей пытается мыслить и жить так, что вечности не существует. Но тогда он должен ответить, такой человек, четко на вопрос, откуда появляется жизнь. Кто дает эту жизнь? Вот одна женщина может дитя принести, а другая не может. А почему одна женщина мальчика, а другая – девочку? А третья, допустим, вот появился инвалид. А вот появился на свет талантливый такой человек, что он затмил весь мир своим талантом. Музыкант, художник, архитектор, писатель. А четвертый – совершенно скромный крестьянин, который также радуется жизни. А может быть, скорбит, что он скромный крестьянин, а не родился в семье миллиардеров. Или не родился талантливым писателем Пушкиным. Вот, если человек ответит на эти вопросы, ну и, конечно, вопрос, что происходит после смерти с человеком. Сказать, что не происходит ничего, а значит, жизнь бессмысленна. Тогда пусть себе скажут, что жизнь бессмысленна. К сожалению, именно поэтому очень многие уходят из жизни, потеряв смысл этой жизни. Раньше срока уходят из жизни. И только вот отвечая на эти вопросы, и в том числе веря в то, что есть вечность, вечная жизнь, только тогда можно правильно понять и рождение, и рождение очень разных людей. И многие события после рождения, когда наступают и болезни, и скорби, и войны, и смерти ожидаемые в конце жизни по возрасту, по болезни, и смерти совершенно неожиданные во время аварии, во время войн. И, в конце концов, понимание того, что действительно смерть наступает для каждого человека в этом мире, в этой жизни. Смерть в этой жизни. Какое слово сочетание, да? И, конечно, христианство дает четкий и конкретный ответ о том, что человек был изначально сотворен Богом для вечной жизни, у него нет ограничений в его жизни, только лишь его с грехопадением, его телесная составляющая стала смертным. Душа как была, так и есть у каждого человека, а душа появляется в момент зачатия, ее творит Бог. И она рождается в вечность. И только лишь повторяю, вот из-за грехопадения Адама и Евы человек стал смертен. Что происходит с душой после смерти тела? Душа идет к Богу. И три дня, как мы читаем это в Священном Писании, в нашей духовной литературе, в учении церкви, находится душа на земле. И находится в тех местах, где она жила, где ей было хорошо и радостно. Затем идет на поклонение Богу. Почему на третий день мы отпеваем человека? Затем с третьего по девятый день, шесть дней, душа посвящает райские обители. И мы отмечаем потом молитвы девятый день. С девятого по сороковой день посвящает ад. Адские места мчения. Те места, где нет Бога. Где ад. И на сороковой день, третий раз душу ведут ангелы до поклонения Богу. И здесь уже определяется, где души судьба. Где до второго страшного суда, до конечного решения о судьбе каждого человека, в каждой душе будет находиться эта душа. С Богом или без Бога. В раю или в воду. Затем существуют, безусловно, молитвы церкви, молитвы родственников, близких. Об этой душе мы заказываем обед, не заупокоенные. Мы заказываем сороковусты, то есть в течение сорока дней поминовения. Полугодовые, годовые записочки подаем. О наших умерших родственников, за которых молится церковь при посредстве родственников. Очень важно подавать милостыню, очень важно подавать, какую-то благотворительность совершать, попрося молиться об одном или другом умершем родственнике. И вот в любой момент, в любой момент, несмотря на то, что было определение на душе, как бы находиться в аду даже, по своей жизни, по своим грехам большим, Бог может по молитвам церкви, по молитвам родственников поместить душу в рай. И, конечно, поэтому молитвы церкви очень-очень важны. Ну, а когда наступит уже конец существования этого мира, когда придет Иисус Христос, будет второе пришествие Христа, и будет страшный суд над каждым человеком, он будет уже конечным, он будет уже последним. Так учит церковь. И вот это, конечно, невероятно важные слова, а не даже, может быть, страшные слова, что человек будет определен для вечности, в мучениях, без Бога, или это радостные слова, для вечности с Богом, со святыми угодниками. Человек на земле, хотя имеет вечную душу, и он в духовном плане, так сказать, он осознает себя для вечности, и все-таки в основном видит конечные вещи. Каждый человек умирает, животные, может дом сгореть, и что-то с ним произойти. Даже весь мир разрушится во время атомной войны. И он понимает, что в этом мире нет вечных категорий. Поэтому понимание вечного мучения и даже вечной радости, вечной жизни с Богом радостным, конечно, человеку до конца недоступен. Вот пока он не окажется в этой вечности. И вот, конечно, вспоминаешь слова наших родителей, тех, кто воспитывал нас о том, что если бы не было вечности, мы бы так не беспокоились над каждым из вас. А эти слова о вечном мучении человека, они действительно повергают просто в какой-то определенный ступор, потому что нельзя понять, ощутить вот эту категорию вечности. И, конечно, дай Бог, чтобы каждый из нас осознал вот этот великий замысел Бога о человеке, когда Он создал его для вечности. И, конечно, для вечной радостной жизни создал. Когда человеку даны те таланты, те возможности быть с Богом в вечности и здесь, находясь на земле, вести себя так, чтобы было ощущение нахождения рядом с Богом. И от этого, конечно, и испытание радости, счастья. Потому что даже через страдания, если мы с Богом находимся на земле, мы однозначно испытываем, даже через страдания, внешние какие-то, гонения, мы испытываем в любом случае определенную радость, потому что рядом с нами Бог. Ну а тем более, живя в великой надежде на эту вечную жизнь с Богом в том загробном вечном мире. И Церковь, как раз и наши родители, и наши учителя, священнослужители делают все, чтобы человеку объяснить, для чего он создан. Для вечной радостной жизни с Богом. Наверное, не каждый день люди задумываются над этим, с чего я начал. Напротив, пытаются отодвинуть эти вопросы. Это будет не сегодня, это будет завтра, послезавтра. Я пока еще хочу в земной жизни обычной пожить, погрешить. А там, ну, будь что будет, подумаем еще, что-то будет дальше. А дальше, вот, оказывается, может этого и не быть. И, повторяю, замысел Бога в человеке велик. И, конечно, Бог никогда не может создать что-то плохого. Поэтому замысел и счастья жизни с Богом, и счастья вечной жизни с Богом, и досподобит нас всех этого всемилостивый Господь. Субтитры создавал DimaTorzok